Попытку выйти из кризиса с 20-летней историей сегодня обсуждают в Армении и Азербайджане. Накануне президенты этих стран при посредничестве российского лидера впервые с 1994 года поставили подписи под документом о политическом урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, в котором погибли 15 тысяч человек. Наш обозреватель Андрей Медведев напоминает, почему мирный процесс должен подкрепляться юридически обязывающими международными гарантиями. Первые отзывы на подписанную в Москве декларацию сдержанные, но оптимистичные. И это объяснимо. Впервые за 20 лет жесткого противостояния две стороны после встречи подписали столь внятную декларацию. Теперь все говорят. Надеемся, что это лишь первый шаг. Это вселяет оптимист. Я думаю, что чем будет усиливать Россия свою роль посредника в делах Нагорного Карабаха, тем будет лучше. И для Армении, и для Азербайджана, и тем более для Нагорного Карабаха. У России очень огромное влияние в Кавказе. И очень огромные силы, чтобы влиять и решать эту проблему. Это никто не сомневается в Азербайджане. В том числе мы сомневаемся. И, наверное, Россия не сомневается. Самый кровавый, самый разрушительный, самый болезненный конфликт на постсоветском пространстве. Он начался еще в 88-м, когда входившая в Азербайджан Нагорно-Карабахская автономная область объявила о намерении войти в состав Армении. Воевали свирепо. Убивали пленных, мирные населения, порой с особой жестокостью. Причем это делали военные с обеих сторон. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему семью районами. А еще с обеих сторон 15 тысяч погибших, около 1 миллиона беженцев. Сегодня Азербайджан настаивает на восстановлении своей территориальной целостности. Армения защищает интересы, собственно, населенного армянами Карабаха. Важная встреча в Москве состоит в том, что обе стороны признали. Для решения старой и болезненной проблемы они намерены использовать только политические усилия. Может быть, это определенный шаг в правильном направлении и подготовка для возможного прорыва в этом застарелом конфликте, который действительно не дает возможности в этом регионе превратить зону Южного Камказа скорее в зону сотрудничества, чем соперничества и конфликта. Россия не впервые пытается примирить участников конфликтов на постсоветском пространстве. А при участии Москвы, например, начала решаться преднестровская проблема. Прежде всего в те дни, когда русские солдаты встали на линию разделения между войсками непризнанной республики и молдавской армией. Тирасполь и Кишинев до сих пор с трудом находят общий язык, порой обвиняют друг друга в нежелании делать шаги навстречу. Но представители обеих сторон встречаются с российским руководством и в Москве не разговаривали. Мы готовы взять на себя посреднические функции. Есть и готовый план урегулированный, о чем всем хорошо известно. Вопрос лишь в том, есть ли у лидеров желание говорить друг с другом. Михаил Саакашвили, например, не хотел говорить ни с Сухомом, ни с Цхинвалом. И при содействии России, и при содействии кого бы то ни было еще. В Южной Осетии он отказывал даже в праве на автономию. Зато Михаил Саакашвили покупал много оружия, приглашал военных инструкторов и полагал, видимо, что это не только поможет решить давнюю территориальную проблему, но и вызовет понимание у Абхаза по Осетии. Чем все закончилось, известно. С другой стороны, именно этот пример показывает, силовое решение всегда заводит в тупик. Как бы ни было трудно, но надо сесть за стол переговоров. Азербайджан сколько лет держит этот курс, решит проблему мирным путем. Это, я отмечу, самый большой компромисс со стороны Азербайджана. Очевидно, что до принятия какого-то окончательного решения по Нагорному Карабаху пройдет еще не один год. Но важно, что есть желание такое решение найти. Ясно, что каждый президент и Армении, и Азербайджана будет отставить интересы своей страны. Но руки друг другу они все же вчера пожали. Андрей Медведев, Александр, Связи, Вести.